Здравствуйте, друзья! Вы на канале Делимся Опытом Взаимно. Живу я в Восточной Сибири. Это к тому, что у нас климат резко континентальный. И цветочки, возможно, не такие, как в средней полосе. Ну, ничего, цветут. Сегодня ролик о том, как у меня растут фуксии. То есть, обзор фуксии. Сразу хочу сказать, что с фуксиями нынче проблема не только у меня. Многих смотрю блогеров, и фуксии у них тоже не очень хорошие. Поэтому начну я с хороших, с хороших фуксий. Вот такая у меня фуксия Dark Eyes. Вот так она выглядит. Вот здесь вот маленько, мне кажется, листочек как будто подгорел. Ну, и все равно, я думаю, что в прошлом году она цвела более так крупно, крупными цветками. Так вот. Вот если так посмотреть поближе. Ой, ну такие красавицы. Вот как будто бы из материала сделаны они цветочки натуральные. Вот так она выглядит. Вот здесь вот уже она, конечно, вот это отцветает. А вот фиолетовые такие только начинают зацветать. Вот здесь они еще маловатые. Здесь уже покрупнее. В общем, здесь три растения. Горшок четыре с половиной литра. Эта фуксия выглядит, ну, хорошо. Я думаю, что она, ну, как бы не заболела. Вот падают листочки, ой, цветочки, потому что они отцвели, и поэтому вот так вот отваливается, только заденешь. Так, это фуксия дарк айс. Красавица. Переходим к следующей. Здесь все у меня рядышком. Это фуксия трифила. Вот посмотрите, какими она гроздьями растет. Цветы у нее, вот соцветия, такими прямо гроздьями. Так, вот она как сосулечки. И только на концах у них вот эти вот юбочки, как у всех фуксий. Она считается кустовой. Но она настолько потом будет много иметь цветов на концах побегов, а фуксия всегда имеет цветы на концах побегов. И что она склонит это растение в разные стороны, они будут выглядеть как ампельное растение. Хотя вот это трифила кустовое растение. Вот так оно выглядит. Тоже горшочек четыре с половиной литра. И здесь два растения. Я думаю, что в идеале фуксию садить два растения. Три даже вот как там и многовато. А вот два в самый будет раз. По одной я сажала в прошлом году. Мне понравилось, в общем-то, и не очень. А теперь я вам покажу свои фуксии, которые, я считаю, болеют. Вот такая фуксия. Я не знаю ее название. Посмотрите. И лист у нее не такой сочный. Но лист, может, зависит и от сорта. Но цветочки тоже. Вот даже, как сказать, вот на примере этих покажу. Бутончиков. Так. Вот они еще. Нет, ну эти бутончики, я не скажу, что они там плохие. Я, наверное, их уже обобрала и выбросила. Но она путем еще не распустится, а уже начинает как будто вять. Вот такая это тоже красотка. Здесь одно растение. Здесь одно растение. Вот это такая красавица. Она начинает расти вот с такими беленькими. Потом будут цветочки, лепесточки беленькие. Потом по мере она созревания, по мере распускания, они окрашиваются уже в розовенький цвет. А потом делаются все-все однотонными. Вот как этот цветок. И получается, они прямо такие красненькие. Ну здесь вот она уже вот такими пятнами. Вот я бы даже и не сказала, что она отсвела, а уже она вот такая какая-то больная. Вот. Сейчас я ее оборву. Уже вот какая-то больная. В общем, вот эта фуксия мне не очень нравится. Но сейчас я перейду к другой фуксии. Та фуксия еще намного хуже. Вот эта фуксия. Эта фуксия кинг. Я ее первый раз купила. Здесь тоже 4,5 литра горшок. И два растения посажены. Так она мне нравилась вначале. Такие листья огромные. И распускались так бутоны. Крупные, крупные, красивые. Но сразу были вот такие вот рыженькие сбоку листочки. Кое-кое на каких цветочках. И это был сразу сигнал, что что-то здесь не то. Вот посмотрите. Вот он еще и не крупный. А вот видите какой? Нехороший. Нехороший. Сразу же вот он опадает. Ну вот. Ну вот. Ну что это за такое? Так. Сам цветок красивый. Очень красивый. Ну вот. Видите? И все вот так вот цветы. И все вот такие цветы. Я уже их вот так вот обрываю. Обрываю. Ну в общем. Мне не нравится. Я даже не знаю. Подскажите. Я фуксии выращиваю второй год. И в прошлом году они чувствовали себя очень хорошо. Нынче, опять же говорю, многие жалуются. Даже и не в наших регионах. Поэтому подскажите. Может мне ее обрезать? Вот даже не знаю. Не знаю. Не знаю. Что мне делать? Что мне делать? Сейчас еще подойду к другим фуксиям. Вот еще у меня фуксия. Это Леонита. Вот я цветочек. Ой. Вместе оторвала с этим. Видите? Какими пятнышками. Вот. Здесь вот у нее пятнышки прям такие. Я ее все обрезала. Она была настолько плохая. Сейчас она вот смотрю дает опять бутончики по краям. Она была настолько плохая. Ой. Вообще. В прошлом году она была самая красивая. Здесь, кстати, тоже три растения. Выглядело сразу хорошо росла. Потом вдруг вот такие листочки стали закоричневели. Цветочки некрупные. Опадают. Ну, в общем, еще не распустились. Путем уже вянута. Опадают. И не знаю, что это такое. Я вытащила ее из горшка. Как подсчитала. Корни посмотреть. Корни там вроде нормальные. Она ее и обработала, и от клещей, и от болезней. Вот. Ну, даже я и не знаю, что это такое. Подскажите, пожалуйста, что с моими фуксиями. И вот еще последняя фуксия. Я тоже не знаю названия. Мне дала знакомая. И причем зимой дала. Она так долго росла. Вот настолько долго. Я вижу, что она кустовая. И я не знаю ее названия. Что вот беленькая и все. И она не махровая. Вот такие вот цветочки. Но они довольно красивенькие. Вот. Прямо хорошенькие такие. Она такая густая. Вся в бутончиках. Ну, и вроде как даже и не болеет. Но настолько она долго росла. Она только стала цвести. Вот такие вот у меня фуксии. С которыми не все нынче. Ладно. Ну, вроде бы как бы цветочки цветут. Но от цветочков будет отдельный ролик. Так, уже мне кажется, пора показывать, как они подросли. И на днях я вам обязательно покажу. До свидания, мои хорошие подписчики. Оставайтесь со мной на канале. А кто не подписался, подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Я буду делиться с вами со всеми проблемами и достижениями, так сказать. Хотя бы, какие у меня достижения. Я не селекционер, не агроном. Просто любитель цветочков. Оставайтесь еще раз со мной на канале. И спасибо всем, кто досматривает мои ролики до конца. С вами была Наталья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok